Хоба! Привет, с вами доктор Влад. Ну я сегодня раненько, да? Пол пятого у нас время. Ну самое то, мне частенько вспоминается книжка Шварценеггера Арнольда. Вот он там рассказывал, что когда он в армии служил, ну там когда заниматься спортом-то? И вот они рано-рано утром с друзьями, с такими же чокнутыми на железе, куда-то там пробирались, какую-то коптерку, и там занимались с утра пораньше. И это хорошо, с утра позанимался, целый день свободен. Что у нас сегодня за день за окошком там? О-ля-ля, гроза, тандыр шторм называется. И мы сейчас с собаками гуляли, ну украли прям. Как украли? Вышли, дождик раскончился. Пришли он как ломанет, и ходили там гром, молнии ночью. Собаки боятся, бегут домой, но мне тоже не по себе. Что интересно, я вот когда сюда приехал, я так еще с Саратова боялся гроз, чуть не под стол прятался. А сейчас привык. Интересно. Это как вот, наверное, в Израиле тоже, я хоть не представляю. Ну там один у меня кадр есть, там зиклет такой. Мы, говорит, привыкли уже к этим бомбежкам, ракеты летят, как фейерверк. Ну не знаю, мне кажется, тяжело. А здесь, в Америке, вот люди уже привыкли к катаклизмам. Это же постоянно. У нас вот сейчас предупреждение, это не только гроза, но и наводнение может быть. Хоть у нас тут все это устроено, и водозабор есть, все равно наводнение. Но это все быстро сольется. Вот так американцы живут. Не представляю, как бы русские выжили, если бы постоянно вот такие грозы, наводнения, а в Калифорнии землетрясения. Ужасно. Но мы привыкли. Я уже привык, я уже американец. Уже говорю за себя. Теперь вот что, как раз, кстати. Вот мне сегодня много чего-то сразу написало. Вы, наверное, скучаете по России. Вот вы все время говорите по России. Да, у него там дети. Он скучает, вот целыми днями сидит. О, блин, ребята. Ну я уже об этом говорил, но все гораздо проще. Я вот когда сюда приехал, я что только не пробовал. Ну работать надо. И пельмени лепил, и компьютер ремонтировал. Потом вот интернет более-менее стал такой активный. И появился Google. На Google можно зарабатывать. Так. И вот я начал открывать сайты. Разные, русские, американские. Тогда я язык не очень хорошо знал. Ну как-то. Все-таки справлялся. Чужие статьи публиковал. Что у меня только не было. И про велосипеды. Это на английском языке. Татуировки тоже английское. Часы там еще что-то. А-а-а. Ужас. Ну вот. И потом вот все-таки я открыл сайт гораздо позже. Доктор Влад. Начал про медицину. Смотрю. Пошло. Потихонечку. Ни шатка, ни валка. Потом получше пошло. Потом еще кучу сайтов открыл на русском языке. Уже под доктор Владом. Через слэш. Ну тоже вроде пошло. Вот. А потом это дело все завяло. Потому что жуткая конкуренция. Вот. И заработок стал смешной. На сайтах. Ну начал продвигаться в ютюбе. Попробовал одно. Попробовал другое. У меня там тоже медицина была. И поделки. И гитара. Стихи и песни. Азбука Морза. Чего только не было. Мама Мия. Вот. Опять мне это мама Мия вспомнилась. Ладно. А потом смотрю. Вот у меня. Допустим я уже. Вчера по муче говорил. Сделал я ролик по медицине. Серьезный. Нужно долго возиться. Нужно копаться в интернете. Чего-то показывать. Бах. 300 человек пришло. Потом. Раз ролик. Политика. Опа. Уже 600. Острый политический ролик сделал. Тысяча. Ребят. Ну вот вы сами посудите. Да. Если русские такие больные насчет политики. Если со времен Ленина. Мы. Как там. Мы на горе всем буржуем. Мировой пожар раздуем. Мировой пожар в крови. Господи благослови. Две строчки. Все. Вот весь русский характер. Если вам так нравится про политику. Да ради бога. Сейчас этой политики сколько угодно. И я в этом разбираюсь. Как любой русский. Кроме того. Здесь вот в Америке. Я же постоянно сравниваю. Здесь так. А в России так. Я рассказываю. Как бывает. Понимаете. Народ ходит. Ну почему же мне этим не заниматься. Работает. Не трогай. Надоел мне политик. Я выключил компьютер. Все. Я уже в Америке. Я занимаюсь какими-то своими делами. У меня проектов. Во. Выше крыши. Самых разнообразных. Ну успеваю. С проектами. Вот сейчас. Эту ботву все повыдергаю. И наступит зима. Блаженное время. Почему блаженное? Потому что огорода нет. Я хоть так вот и говорю. Что. Время от времени только огород вспоминаю. Но он. Много времени отнимаю. Ну сейчас меньше конечно. Ну как меньше. Что-то надо с помидорами делать. Наверное буду хреновину делать опять. Ребята. У меня есть и помидоры и хрен. Вот. Накручу хреновину. У меня тоже ролик есть. Кстати. Кулинаркой тоже занимался. Да и сейчас занимаюсь. Время от времени. Я кулинарку люблю. Кулинарка это вещь. Это интересно. Это приятно. Ну не знаю. Для меня это балдеж. Ладно. Хорошо. Для себя я сам готовлю. Мне тут спрашивали цветы кто выращивает. Да я выращиваю. У жены не получается. Она так начинает горячо. А потом забывается. Ну я ей самый лучший. Подкидываю цветочки там в комнату. Она сидит там вся в орхидеях. Вот. Ладно. О чем это я? И потом. Знаете еще какой момент? Вот почему я занимаюсь политикой? Да ребята. Ну я из Советского Союза. Из России. Конечно меня волнует то что там происходит. Ну как это так? Такая большая страна. И в такой извините же. Вот. И. Вот говорят там быдло туда-сюда. И я говорю. Ребят. Вот. На меня подписались. 55 тысяч человек. Там почти 60 уже наверное. Вот смотрите. Как у меня проходит подписка. У меня тысяча человек подписывается. Ну в месяц сейчас примерно тысяча. А из них 500 уходит. Как услышат мои разговоры про политику. Все. Чик. Отрубаются. Я от вас отписываюсь. Вы плохо говорите о России. И вот так вот у меня остаются в конце концов на моем сайте люди. Которые действительно понимают что происходит в России. Понимаете? Я их сорганизовал. Я вас сорганизовал. У сотника я сегодня гляну. У него там по-моему 3,5 сотни. 350 или 360 тысяч подписчиков. Ребята. И к нему такие ходят. И вот если взять еще, 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 еще. Это получаются миллионы. Тех, кому не безразлична судьба России. Которые, ну не безразличны может быть всем, но которые понимают что там происходит. И вот мы вас организовываем, ребята. Разве это плохо? И если я не думаю, что я никогда не призывал к революции. Но если что-то начнется, я уверен, что все вот вы, вот эти 60 тысяч, они будут знать что делать. Хотя бы. Пускай сами не начнут, но будут знать что делать. А это очень важно. А у сотника там вообще целый полк. Понимаете? Ну и у меня тоже все время добавляется, добавляется. Да? Ну и последнее, что я хочу сказать. Ребята, уж коль я в этом работаю, да? Конечно, мне бы хотелось зарабатывать побольше. Вот. Ну ссылка у меня стоит, но я сейчас не об этом. Ну, пожалуйста, вы мне можете прислать там немножечко, да? На развитие канала. Но я сейчас не об этом. Вот. Дело в том, что вот американские клики, да, они гораздо дороже. Чем расистские клики. Вот. И мне бы тоже хотелось, чтобы Россия поднялась с попы, с колен, там, я не знаю. И начал развиваться. И чтобы расистские клики тоже были подороже. Это чисто шкульный интерес. Ну, а что в этом плохого-то, правильно? Вот. Ну и вот, учитывая все это. А, ну я могу еще сказать, ну, американские. Ну, видео, ну я. Что я буду показывать? Что я буду рассказывать про Америку? Да я не знаю ничего про Америку. В том плане, так глубоко, как американцы, понимаете? Кулинарку. У-у-у, тут здесь столько всяких каналов. Конкуренция жуткая. В Даткаме. Вот. А я занял свою нишу вот в российском сегменте. На меня люди ходят, знают. Бренд есть, да. Доктор Влад. Я часто пишу, даже вот в заголовках, что думает об этом доктор Влад. Не я думаю, потому что это никак не высветится в гугле. А что думает доктор Влад? Все понятно? Отлично. Поддерживайте мой канал. И рассказывайте своим друзьям. Ставьте лайки. И всего доброго. И спасибо тем, кто уже откликнулся. Вчера еще несколько человек зашло. Вот. И, значит, мне перевело там по доллару. Это очень приятно. Всего хорошего. И до свидания. Доктор Влад с вами. Продолжение следует... Продолжение следует...